Тики Макси нравится мне смотреть вот эти вот прилавки с чаем, со всякими специями. Вот видите, розочки такие, чай 8 фунтов. А это ромашковый чай 3 фунта. Вот чего тут только нет. 5 фунтов клинский, ну то есть очищающий чай какой-то. А вот энергетический чай, видите, все по 5 фунтов. Калминг Ти, ну это то есть успокаивающий. 10 фунтов вот такой наборчик. Мастард, чили джем и red onion мастард. В общем, две разных горчицы и чили джем какой-то. А вот еще 3 фунта джем парижский. Из этой, как ее зовут-то, господи, этой, из малины. Здесь опять куркума 4 фунта. А это вот такая вот специя специальная для итальянских спагетти. Видите, вот, это наборы все, специи разные. По 5 фунтов вот такие. Соль. Здесь дальше опять томатные соусы. Здесь очень много меда. Мед. Мед. Вот 8 фунтов. Такая банка. Вот этот 5 фунтов маленький. И вот опять большая банка 13 фунтов. Даже не знаю, что за мед, сказать по правде. Очень трудно хороший мед найти. И вот здесь опять такие в коробках чаи. Написано английский. Ти-шоп. Магазин чайный. Ну, здесь какие-то красные фрукты написано. А здесь вообще ройбос. Иногда нахожу что-то здесь для себя. Как она от Шуга. Вот опять Чиосиц. Ну, вообще, конечно, может быть, здесь они и по лучше качествам все эти продукты. Но стоят они дороже, чем где-либо. Хотя и выбор, конечно, тоже, видите, большой. Раньше здесь не было этого отдела. А теперь появился. Магазины открылись недавно после коронавируса. Поэтому вот я с вами здесь немножко включила камеру показать. Нравится моим зрителям. Ой, какие красивые. 4 фунта один вот такой. Красивый фужер. Ну, да. Здесь все дорогое. Вот такой фужер. В принципе, ничего особенного. И вообще 5 фунтов. И посуда всякая разная. Вот цены, видите, блюда. 3,99. Салатница такая. Такая малюсенькая тарелочка. 2,99. Это чайна. Pine bone чайна. Да, это типа того, что костяные раньше были чайные сервизы. Ну, что-то они, конечно, уже не той, уже не того качества. И вот эти нескончаемые ряды. Одежды. Топики, брюки, джинсы. Мужские, женские, футболки. Вообще, даже нет интереса у меня здесь останавливаться и что-то вам показывать. Я просто подошла к той секции, которая мне понравилась. Хотела мед купить, но что-то и меда хорошего, недорогого я не нашла. Так что иду я на выход. Этот магазин у нас в Ньюпорте. Давно я не привозила вас в Ньюпорт. Но вы знаете, друзья, всё вроде бы как мы видели здесь с вами. У нас сегодня резко похолодало. Наверное, плюс 19 сейчас. Это середина июля. Странная погода. Очень холодно. А я как раз иду в бесплатное Citizen Advice Bureau, так называется. Это консультации. Бесплатные консультации для людей. И вот я вышла на центральную площадь в городе Ньюпорт. Пабы, отели и церковь. Конечно же, как обычно в центре, мемориал в честь погибшим в Первой и Второй мировых войнах. Но больше всё-таки в Первой мировой войне. И, как обычно, уличные музыканты. Классно собака тут охраняет ход. Не знаю. Вообще-то заходить страшно. Всегда кто-нибудь брынчит. Брынчит и поёт. И чаще всего даже не молодёжь. Вот видите, мужчина возраста моего. Тем, кому нравится, как он поёт, можно положить денежку. Ну, обычно там бросают ему мелочь. Не знаю. Не сказала бы я, что это заработок какой-то серьёзный. По-моему, просто они для души. Хотя возможно и зарабатывают что-то. Если зарабатывают до 15 фунтов в день, то тоже, наверное, неплохо. Вот ещё одна улица. Сейчас тоже интересное такое. Я заметила, что так как всё-таки коронавирусом меньше машин и меньше людей, начали городские службы ремонтировать везде дороги. Вот как здесь, в частности. Я нашла Citizen Advice бюро и записалась даже, но, к сожалению, не на сегодня, а только на завтра меня записали на 2 часа дня. Я буду консультироваться по поводу своей квартиры и по поводу своей пенсии. серьёзные вопросы назревают. Ну, а мы с вами гуляем дальше по центру Ньюпорта. Как вы видите, очень много людей. Вот кафе здесь открытое такое под открытым небом в центре на площади людей очень много. Вообще-то даже я и не помню, чтобы столько здесь было людей. Все соскучились по каким-то общественным местам, поэтому как только где-то что-то открыто, сразу бегом бегут люди общаться, пить кофе, сидеть в компании. странно, да? Ну, и, конечно же, я вам показываю вот эти красивые цветы. Я даже не знаю, что это за цветы, сказать по правде. Похожи, как на лук. Или, может быть, какие-то похожи на домашние цветы. Ну, я цветы люблю любые, особенно цветущие. показываю еще напротив магазин, который выехал. Все чаще и чаще можно встретить в любом городе. Вот даже здесь в центральном городе острова Уайт. Это как бы столица острова, город Ньюпорт. Но и здесь тоже магазины закрываются. И еще один огромный магазин. А мобильных телефонов тоже закрываются. Видите, переезжают. Конкуренции не выдержали. Это в центре также. Наверное, аренду платить дорого. Людей мало. Бизнес вообще никакой. И у нас в Райде, я смотрю, очень многие магазины закрылись. И здесь вот видите тоже. тот магазин на углу. Он был большой. Магазин женской одежды. Какой-то даже там бренд был, не помню. Серьезный. Долго он там находился. Но тем не менее, видите, закрылся. Вот сейчас остаются, выживают только вот эти Паундленд дешевые магазины. вот напротив B&M. Сейчас покажу. Вот такой магазин B&M. Он тоже дешевый. Вот такие магазины выживают. Я зашла в магазин B&M показать вам, что здесь внутри. На первом этаже здесь продукты, полуфабрикаты, какие-то коробки, видите, печенюшки, я не знаю, какие-то супы тут, рис, вермишель, все китайское. Вот это вот скорого приготовления. Здесь соки, молоко, не сыр. Ну, в принципе, может быть даже ассортимент такой же, как везде. Вот здесь всякие хлопья, чипсы, какие хотите. А на втором этаже сейчас найду вход и покажу вам. Здесь, видите, только полуфабрикаты. Такие вот людей здесь не очень много. Я обычно здесь люблю ходить на втором этаже. Я поднялась на второй этаж. Вот показываю вам ассортимент, то, что продается здесь. Друзья, не ругайтесь на меня, я ничего не озвучиваю, я только показываю вам мельком, потому что, по-моему, здесь нет ничего такого, что сильно бы отличалось от ассортимента в нашей стране или в какой-то другой стране бывшего союза или где вы живете. Все сейчас одно и то же. Ну, вот здесь это все для ванной комнаты. Дальше очень много наборов штор. Я здесь покупала когда-то себе шторы. Здесь видите всякие карнизы для штор. Другие разные шторы на кухню. Вот мне напоминает ассортимент знаете, что Икею. Пожалуй, тоже можно все, что хочешь найти, все, что хочешь купить. Сейчас я пойду посмотрю. Там мне нравятся иногда картины. А вот еще это тоже мое хобби смотреть всегда. Вот такие подушки или одеяло пушистые. Сколько стоит? 7,99 70 на 90 сантиметров. А это просто знаете, что это коврик такой. Прикроватный коврик. 8 фунтов. Ой, ну и здесь этих ковриков тоже видимо не видимо. нашла вот я пряжу. Помню, что у меня многие спрашивали какие-то магазины у вас такие тут есть. Но вы знаете, специально магазинов по-моему так и нету даже. А вот везде бывают вот такие отделы с пряжей. Вот пожалуйста, видите. 100 граммовая упаковочка. такая пряжа 2,49 или вот белая 100 граммовая фунт 49 фунт 99 вот такие цены примерно наверное одинаковые. Вот 150 грамм 2,99 но она такая как хлопчатобумажная тяжелая. Не знаю, по-моему тоже все везде одно и то же. Вот 100% акрил огромные 300 граммовые такие пакеты 5 фунтов. Вот этот отдел тоже я люблю. Зеркала картины зеркала 8 фунтов. Привет. 4,99 нет ассортимент вообще нулевой. 24 вот такое модное зеркало. часы настенные и вот то, что я хотела посмотреть картины. Но сегодня здесь ничего интересного сказать по правде я не вижу. Вот видите Лондон. нет друзья сегодня ничего такого здесь хорошего я не увидела эти все безделушки по-моему можно лучше в паундовом магазине покупать. Так что сегодня ничем я вас не порадовала. Еду вниз и еще очень много чароти магазинов чароти шоп так называемых это как у нас бывшие комиссионки. Почему эти чароти выживают вы же понимаете вот секонд хенд больше известно у нас под таким названием секонд хенд а здесь чароти шоп называется практически то же самое. Почему они выживают потому что во-первых у них скидки от государства на аренду помещения на коммунальные услуги им государство частично оплачивает и потом все то что они там продают это люди приносят им бесплатно отдают свои вещи какие-то и они потом их дешево оценивают и продают получается что чароти это как бы как благотворительность работает эти магазины ну вот наверное все таки частично на благотворительности частично сами содержат свой бизнес на выручку которая у них поступает выручка очень маленькая и вот так вот выживают чаще всего только такие магазинчики остальные серьезные какие-то магазины это только остались в центральных там городах в городах миллионниках лондоне манчестере в ливерпуле не знаю брайтоне оксфорде вот может быть вот так памятник в центре на центральной площади памятник королеве виктории красивый и снова березки в центре пожалуйста посмотрите английские березки это угол самый центр кто не видел я вам показываю потому что много новых у меня зрителей как я сказала вы знаете обратите внимание стали ходить люди в масках когда практически закончился карантин вдруг созрели у нас на острове Уайт стали надевать маски странно насколько я помню три месяца до этого когда был жуткий карантин и все были сильно напуганы в масках на острове Уайт не ходили я потому что говорила раньше что никто не ходит в масках но меня поправили что ничего подобного вот у нас там в больших городах люди все сплошь в масках я значит поправляю что здесь на острове в масках не ходили а сейчас попадаются ну хотя как вы видите мало тоже их людей в масках но все таки стали появляться до этого не было вообще вот еще удивляет меня обилие ювелирных магазинов очень много на каждом шагу буквально по крайней мере в Ньюпорте на каждом шагу ювелирные магазины меня это удивило в самом начале когда только я сюда приехала и мы ходили с мужем он хотел мне купить обручальное кольцо вот так wedding ring с engagement ring и мы поехали в Ньюпорт буквально на каждом углу вот эти вот ювелирные лавки если видно вам вот эти вот как раз engagement ring перстни такие и цена видите от 100 до 2000 фунтов ну и также цепочки очень низкопробное здесь у них золото 375 пробы если по-нашему переводить а английское это будет по-моему девичка как-то так 9 карат золото соответствует примерно нашим 375 золото проба если 585 проба обычное золото наше российское то здесь это будет 14 карат и наиболее высокой пробы золото это 18 карат по их а у нас наверное это будет 99 проба да или 999 ну вот не знаю как они тут смухлюют и что они тут делают что выживают при любом раскладе мне машин постоянно шумно пыльно непривычно не очень хорошо но по моему не позавидуешь жить здесь вот такой вот один вот такой вот мотороллер может может вообще сломать все желание здесь находиться и вот на угол я вышла это наша автобусная станция центральная городская в Ньюпорте автобусы двухэтажные красивые зеленые как обычно минимальная стоимость 2,50 если куда-то собираетесь ехать и если у вас нет автомобиля то вот платите и езжайте и только когда наступает пенсионный возраст автобусы эти бесплатно для пенсионеров оформляете blue card так называется голубая карта можно ездить бесплатно вот моя знакомая Татьяна она машины не имеет ей нравится ездить бесплатно без проблем как она говорит а я все еще должна платить за проезд и поэтому поэтому вы знаете для меня например дорого 2,50 две примерно остановки на автобусе я уж лучше куплю бензин и буду ездить на машине ну вот я пришла в морисон сейчас зайду посмотрю что там и поеду домой пришлось мне озвучку делать уже опять дома внутри морисона звенела такая громкая музыка и при том там такие песни какие-то очень современные вы знаете во-первых меня было плохо слышно а во-вторых еще и ютуб сразу же запрещает чужую музыку и пишет что используется другой контент поэтому мы сейчас с вами здесь быстренько пройдемся здесь я иду только посмотреть рыбу свежую больше мне-то честно говоря здесь ничего и не надо но в морисоне обычно покупаю рыбу иногда бывает мясо хорошее сейчас посмотрим мясо вот мясные прилавки ну выбор видите сами небольшой только свинина и говядина вот говядина вот стейк говяжий за 7 фунтов килограмм ну и рыба вот опять эти наборы это уже лосось наборы по 23 25 28 фунтов по-моему да я уже плохо здесь различаю цену но это дорого зачем мне такой огромный набор лучше бы они его фасовали в маленькие упаковки рыбка как обычно вся та же самая на льду нет она не свежая только называется вот здесь еще можно кое-что найти сейчас посмотрим так вот селедка у нас фунт 80 наверное куплю это филе трески разные упаковочки так здесь филе селедки опять и шашлыки рыбные вот по-моему морской окунь тоже филе 5,40 одна рыбка и вот морские гребешки 5,60 29 фунтов за килограмм друзья очень дорогое мясо морского гребешка ну а я наверное куплю вот этот сибас 2 рыбки за 5 фунтов неплохая рыбка вот это немножко похуже но она дешевле это 2 фунта рыбка штучка а это 2,50 сибас ну сибас пожалуй самый вкусный я его и возьму а вот еще меня удивляет вы знаете кальмары очень дорогие кальмары скуиз по-английски кальмар так вот 19 фунтов стоит килограмм кальмара по-моему это очень дорого вот видите даже здесь он уже редюс то есть сброшена цена ну вот и все друзья погуляли мы с вами походили я спускаюсь вниз и прощаюсь на этом с вами пока пока